Осужденных на пожизненное лишение свободы изолируют от остальных заключенных. В селе Джаниджер завершено строительство первого спецрежимного корпуса первой страны тюрьмы для экстремистов, террористов и других рецидивистов. Госслужба исполнения наказания устроила пресс-тур по 19 и 27 колониям. В последней завершается реорганизация учреждения. Участие в маршруте принял и наш корреспондент Алтунбик Толомбиков. Пресс-тур начался с исправительной колонии номер 27, где сейчас идет переустройство. Здесь это уже вторая реорганизация. Учреждение основано в 1978 году. Изначально здесь содержали водителей за ДТП. Позже, в 1988-м, учреждение преобразовали в лечебницу. Здесь отбывали срок заключенные, больные туберкулезом. И сегодня снова реорганизация происходит. Теперь будет здесь усиленный режим. Это в усиленном режиме будет содержаться впервые осужденные затяжки преступлений. Кроме этого, в исправительной колонии теперь будут отбывать наказания бывшие сотрудники правоохранительных органов. Их будут содержать отдельно от остальных заключенных в другом здании, огражденном колючей проволокой и забором. Следующей нашей точкой стало исправительное учреждение номер 19 в селе Джангджер Суклукского района. Здесь завершается строительство первой очереди комплекса спецрежимного корпуса для содержания осужденных, приговоренных к пожизненному лишению свободы. В ближайшее время сюда перейдут порядка 100 заключенных, среди которых осужденные за терроризм и экстремизм. Содержаться они будут в камерах по 2-4 человека. Уделяем этому вопросу особое внимание. Учитываем актуальность той ситуации, что количество осужденных по пожизненному лишению свободы растет. Национальное законодательство, да и практические условия, они не предусматривают содержание данной категории осужденных с остальной массой осужденных. Поэтому, строя этот объект, мы предусмотрели их камерное содержание, предусмотрели всю необходимую инфраструктуру. Это самая современная тюрьма в Кыргызстане, построенная по всем соответствующим стандартам. Например, внутри каждой камеры установлены такие металлические решетки, которые отделяют заключенных и от двери, и от окна. Помимо этого, все 24 часа все заключенные будут находиться под видеонаблюдением, в случае чего охрана среагирует моментально. Как обещает руководство ГСН, первый корпус 19-го учреждения достроят уже до конца года. Строительство было начато еще в 2007 году, однако приостановлено из-за нехватки средств. В этом году на продолжение строительства тюрьмы для пожизненно заключенных государством было выделено 20 миллионов сомов. Специальный режимный корпус состоит не самого специального корпуса, а несколько строительных объектов. Специальный режим корпуса относится к самому специальному комплексу, очистные сооружения, водонапорная башня, жилые дома для сотрудников 15 штук на два хозяина. Наряду с 19-й исправительной колонией и в четырех других по решению Совета обороны построят камеры для содержания осужденных за религиозный экстремизм. Отмечу, что в стране около 300 заключенных приговорены к наказанию в виде пожизненного лишения свободы. Алтумик Таламбеков из Антурабыкеев, Общественный Первый канал.